ЗАСТРОЙЧИК По нему площадь здания составит почти 7 тысяч квадратных метров, дом будет разноэтажным, а фасад оформлен с применением архитектурных элементов. Отметим, все присутствующие на публичных слушаниях проект одобрили. Школы и детские сады Алтайского края не будут принимать детей с насморком, пишет московский комсомолец Барнаул. Наш регион поддержал федеральную инициативу по введению утренних фильтров в образовательных учреждениях. Теперь ребенка, который пришел в школу или садик с признаками простуды, отправят домой. После этого он должен пройти лечение и получить справку о состоянии здоровья. Житель Наукограда стал призером всемирных игр кочевников, информирует бейский рабочий. Масштабные международные спортивные соревнования, третьи всемирные игры кочевников на днях завершились в Кыргызстане. В программе было 37 видов спорта, от конных скачек до стрельбы из традиционного лука. Соревновались полторы тысячи человек из 66 стран мира. В итоге алтайская делегация завоевала серебро и бронзу. А вот в Рубцовске вскоре пройдет Всемирный день бега «Кросснации-2018». Принять участие в соревнованиях могут все желающие. Спортсменам предстоит преодолеть дистанции на выбор от 500 метров до 8 километров в зависимости от возраста и состояния здоровья. День бега пройдет 15 сентября. А ровно через неделю, 22 сентября, жители и гости Барнаула смогут сдать нормы ГТО, информирует «Комсомольская правда». Мероприятие пройдет у нулевого километра. Его организуют для пропаганды физической культуры и спорта. Барнаульцам придется пройти шесть видов испытаний. Разгибание рук в буре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед и другие. Барнаульские дендрарии открыли для посетителей, пишут аргументы и факты на Алтае. Посещение ботанического сада возможно до середины октября-начала ноября. Стоимость входного билета прежняя – 150 рублей для взрослых и 30 для детей. Добавим, не вся территория дендрария доступна для прогулок. В некоторых местах еще лежат поваленные во время июльского шторма деревья. Например, рядом с прудом, что так любят посетители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова